50 000 людей used to live here. Now it's a ghost town. Одуре похож на фильмы Майкла Бэя. Красивый, пафосный, динамичный и абсолютно безмозглый. Про игровой процесс мы много распинаться не будем. Рельсовый тир, он что на Ближнем Востоке, что в России рельсовый тир. Динамика в игре находится на высочайшем уровне, под стать предыдущим частям серии. Дизайн заданий на высоте. Захват телестанции, тонущий танкер, ядерный взрыв, интро от лица политзаключеного. Блеск. Можно распинаться часами от рельсов Синвер. Мультиплеер тоже дает изрядного жара. Наконец-то где-то нормально реализовали эффект попадания пули через дерево и тонкие стены, что нынче добавило огромную дозу адреналина в и без того оголтевую сетевую игру. Отдельной похвалы заслуживает уровень занаводчика. То, как это выполнено стилистически и графически, позволяет игроку на все 100% влезть в атмосферу очередного репортажа о бомбежках в Ираке. Правда, не в качестве журналюги, а в качестве самого письмейкера. Графика в игре не вызывает крика восторга, но создает атмосферу. Оптимизирован движок очень и очень хорошо. Правда, моторчик второго Call of Duty все же не щадит пользователей шестой версии графических ускорителей Nvidia. Увы и ах. Однако ближневосточная часть игры это неописуемо. Ядерный взрыв можно смаковать до выхода от дома. Неоднозначное впечатление создает дизайн уровней. Отлично выполненный Ближний Восток не читает а клинически маразматичные России. Дело доходит до смешного. Будь то совершенно недобросовестный плагиат со сталкеров, уровень в Припяти, где нормально не смогли скопировать даже надписи на зданиях. Ну или заправка с гордым именем Елисеевский в Армении. Жирно не прожилу за знак. Что действительно в игре получилось на 11 из 10, так это звук и музыка. Сочные взрывы, сногсшибательные выстрелы, отлично разложенный звук и замечательная оркестровая музыка. К озвучке диалогов авторы подошли с особым чайником. Ну простим уж им кривой русский язык, чай не в России живут. Тем более, если учесть, что их коллеги-локализаторы из самой России постарались на чем-то лучшее. Отрешенность голосов и полное отсутствие смачных интонаций отправляют локализацию в мусорную корзину сразу же после первого уровня. Все же оригинальная озвучка плюс субтитры это наше все. Как резюме, мы получили очередную порцию высококлассной игровой голливудчины, тягаться с которой в этом году по силам только HALO 3. Ролики, музыка, звук, дизайн, миссии. Это тот самый старый добрый Call of Duty, который сменил Патефон и времен Великой Отечественной на модный MP3 Player iPod. И знаете что? Это действительно здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всякая война в Рыньо.